Короче, нам в клубе перед соревнованиями выдали вот такие вот прикольные рюкзаки с эмблемой нашего клуба. И сейчас я его буду собирать. Мои часа сейчас 5-20 утра. Я не буду говорить, во сколько я заснула, во сколько я проснулась, вы офигеете. А все из-за чего? Из-за того, что с нами едет пятилетка, которая выступает в 8.00 в первом потоке. Вот кто просил эту пятилетку уехать с нами на Сареву? Короче, мне надо сейчас закинуться кофе, иначе я не выдержу этот день. Тупо, знаете, цель дня. Не уснуть во время объявления результатов. Мы, как всегда, ни хера не успеваем. Так, срочно бежим. Но заснять мы успеем. Мы проснулись. Да, мы проснулись. Мы сейчас едем. Вы видите, сколько машин у них в 6 утра, да? В 6.00. Да, в 6.00, но встали мы в 5.00. А по Москве это сколько? 12 ночи. Да, нормально. Как вы видите, нам начальство подогнало офигенный завтрак. Американо. Реально, прям, знаете, в точку не лата, говняная, сейчас утропить. А вот такой вот крепкий напиток. Мы приехали на место. Вон там вот, Олимпик Стадион. Короче, так, это я выезжаю. Это место, где проходили Олимпийские игры в Пекине, и мы опять куда-то опаздываем. Макияж и прически все команды делали вот в этом огромном холле. Очень удобно, что в Китае нет воровства, можно было спокойно оставлять вещи. У тебя тут со всех сторон. Мы успели накрасить только одну нашу девочку, потому что уже надо было идти на трибуны. Так, мы накрасили детей и заплели им прически, и сейчас идем смотреть соревнования. Вы представляете, у наших малышек первые в жизни соревнования и сразу в таком огромном зале. Я считаю, очень мило придумали с этими портретами малышей на экране. После того, как пятилетка из нашего клуба выступила, мы пошли и докрасили наших спортсменок. Мы всех их накрасили, сейчас осталось только пообедать, сделать ингубы, и красотки будут готовы. Короче, нам принесли еду. Это Макдональдс. В расписании было написано, типа, ланч, и там в ковочках Мак или KFC. Мы сначала подумали, что это стёк, но, видимо, да. Как и у нас на соревнованиях в России, всё нормально. Ну, ланч-гимнасток. Варь, приятного аппетита. Ну, ты не хочешь, чтобы я это вставила, а я этот момент вставлю. Ну что, у тебя есть сменка. Чёрный лифчик. Ничего страшного, ты скажешь всем, что это топик. Ты издеваешься? Короче, мы стираем майку. Отпечиваем. После обеда мы начали разминать наших гимнасток на разминочном ковре. В художественной гимнастике на разминочном ковре всегда очень мало места и очень много людей. Поэтому, если гимнастки не умеют выбить себе место, они никогда не смогут сделать прогон или какие-то отдельные элементы. Поэтому, в том числе, мы учили наших детей, как нужно себя вести. Я провела первый секс разминки. Варя, второй секс. Нас только что испугали до усражки, что сейчас 10 человек до нашего потока и 20 человек до первой девочки. А мы не размялись. Она в лифчике, да. Мы не размялись, прикиньте. Но, слава богу, выяснилось, что там все задерживается и еще будет телемоинаграждение. Ничего не понятно. Все объявления на китайском, хотя международный турнир. Вот вообще удивительные люди просто, если честно. Веря, да, и от сюда. Дуэй, да, еще раз. Еще раз, супер. Давай. И, да, и, да. И, да, 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 и, да. У меня хватит, мы красоты. Бля, мы просто красотки. Короче, мы так обрадовались. Нам поставили безумно низкую оценку. При том, что у других детей по исполнению можно спокойно снижать не половину всех баллов. У них стоит нормальное исполнение. У нас по исполнению стоит такая оценка, как будто бы она не тянула носки. Но она тянула носки все свое упражнение. Возникает вопрос. А что это за соревнования? Сейчас будем разбираться, какие у них тут правила. Явно не как в России. Мы сидим, ждем нашей очереди. Короче, сейчас выяснилось, что, возможно, там есть судья из одного города, из того же, откуда девочки, которые получили на три балла больше, чем наши, да? Вот, поэтому сейчас посмотрим, как выступят наши. Но нам уже главное, чтобы они просто чисто выступили. Да, красивые, чистые ноги. У нас идет девятый час заня. А проснулись мы, напоминаю, пять. Спали мы два часа. Мы не вывозим. Дети тоже. Глаза, глаза. Да. Глаза. Субтитры делал DimaTorzok До награждения было еще очень много часов, поэтому наша начальница предложила нам погулять в Олимпийском парке. Пока мы туда ехали, погода становилась все хуже, но нам как-то не пришло в голову, что может начаться дождь. Все время, пока мы гуляли по парку, лил такой умеренный дождь. Это, кстати, Bird's Nest, где проходило открытие Олимпиады, а вот это Water Cube, где был бассейн. Кстати, бассейн и какой-то водный комплекс там до сих пор есть. Дальше мы зашли вот в такой вот красивый шоппинг-центр, а зря, потому что внутри ничего интересного не было. Зато после шоппинг-центра мы попали просто под адский ливень и насквозь промокли. Очень мало людей, да, очень мало людей. Варь, маловато людей, правда? Я люблю, когда побольше, тут мало. После того, как мы классно погуляли под дождем, помылись, пришли в церемонию награждения. Мы самые красивые тренеры здесь, да? Теперь точно. Что хотим сказать, из 74-х человек наши три девчонки вошли в 15, и это Гуд. Первая заняла 8 место, вторая 13 и третья 15. 15, да. Церемония награждения закончилась, и безумно рада своей медали, как вы видите. Так, для футболки дайте мне. Жратва одна. Жратва. О! А ей подавцали в 15-е. На самом деле, нифига не 15-е. Да. Ну что, соревнования закончились. Еще вчера, между прочим. Что хочу сказать. Хотя наши девочки вошли в топ-15 среди, там, 70 с чем-то человек, мы знаем, что места, на которые их поставили, это не их места, и что дети, которые стоят впереди них, сделали откровенно хуже. Поэтому мы не расстраиваемся, мы понимаем, что этот турнир коммерческий, в коммерции всякое разное бывает. Но что меня лично порадовало, это то, что все родители наших детей, наш директор, я уверена, что другие клубы, другие тренеры, все видели и все все понимали, ху и с ху, и что происходит. Я очень рада, что у всех осталось вот такое ощущение, что наши дети на голову выше. Мы будем продолжать работать, мы на следующие соревнования вставим такие сложные элементы, что засудить нас будет, наверное, просто нереально. Хотя художественной гимнастике при желании можно все, вы это все прекрасно знаете. Это наши далеко не самые последние соревнования, здесь будут еще обязательно видео с других соревнований в Китае, а может быть из-за границы. Поэтому подписывайтесь на этот канал и до скорых встреч!